Всем привет! Меня зовут Лиса и я рада видеть тебя на моем канале! Но на самом деле Лиса это я, а это моя мальтийская баллонка по имени Сани! И сегодня вместе с Сани мы будем делать мне макияж. Вернее как, она будет выбирать мне косметику, а я буду эту косметику наносить себе на лицо. Я решила снять это видео с моей подругой Ириной. Она тоже снимает это видео со своей собакой и тоже с мальтийской баллонкой. Только у меня вот мальтийская баллонка девочка, а у нее мальчик. Нам стало даже интересно, кто все-таки из собак лучше разбирается в макияже. Самки или самцы. И, соответственно, мы посмотрим с вами, насколько эта собака хорошо состоялась как визажист. Ну, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на канал, тык, все такое, поставьте лайк. Это тоже говорила, если что я. Она не разговаривает. Она собака. Сейчас Сане предстоит выбрать не тональник. Но это самый простой выбор будет на сегодня, так как, по сути, он не будет сильно влиять на конечный результат. К каждому средству я кладу вкусняшку. И то, у какого средства она съест лакомство первым, тем я и буду пользоваться. Я собрала свои самые любимые тональники. И один нелюбимый, который Шанель. Почему он нелюбимый, можете узнать в моем обзоре на эту косметику. Угу. Ну что, Сане, иди. И Сане все сделала очень правильно. Она выбрала тот тональный крем, который у меня сейчас в последнее время, только им и пользуюсь. И вы знаете, я считаю, что мне уже пора бы вот подплачивать за ненавязчивую такую рекламу этого средства от Герлин. Потому что последнее видео 5, почему-то оно вот, именно оно оказывается у меня в руках. Вы не знаете, почему? Я нет. Итак, Саня, ты выбрала самую легкую часть из всего сегодняшнего нашего макияжа. Ты выбрала мне тональный крем. Но теперь тебе предстоит выбрать мне тени для век. Так, Саня сейчас не будет выбирать тени. Капец, мне очень интересно, что победит. Как думаете, что она выверит? Вы знаете, я была уверена в том, что она выберет палетку от Кейт Вон Ди, постель год которой. Но она выбрала японскую палетку от Кен Мейк, если я правильно прочитала это название. Палеточку, которую я купила в Японии. И вы знаете, что это значит? Это значит? Это значит? Это значит, что мы сегодня будем делать с вами макияж глаз в азиатском стиле. Для начала я буду использовать вот эти вот кремовые тени. Именно по вот этой вот схеме, которая здесь прилагается, я буду действовать. Поэтому сейчас я наношу тени вот сюда, вот на складку верхнего века. Точнее, даже не на складку, а вот на вот эту вот, знаете, зону, где кость у нас. Теперь на все верхнее веко я буду использовать вот этот вот цвет. Наносить его буду плоской кистью, потому что здесь опять-таки так сказано. Также, используя вот этот вот цвет, сейчас я буду рисовать мешки под глазами. Сама максимально делаю вот эти вот мешки под глазами. И вот прям по линии, которая возникает, я, собственно, наношу тень. И теперь при помощи оранжевого, вот этого же цвета, мы сейчас будем наши мешки увеличивать. То есть мы будем выделять вот эту вот зону. И из-за того, что она у нас будет более светлая и блестящая, та тень, которую мы положили, будет еще более сильно работать. И следующий момент. Мы рисуем что-то вроде подводки вот этими вот коричневыми тенями. Так, ну, конечно, этот макияж будет максимально стрёмно смотреться, если мы сейчас не сделаем тушь. Поэтому, Саня, настал твой черед выбирать мне тушь. Прикол ради, я положила туда одну розовую. Она в синей упаковке. И вот что-то мне подсказывает, что будет она. Но нет. Смотрите, как Эвил подглядывает за Саней. Очевидно, он тоже хочет такое видео. Что ж, давайте наберем 20 тысяч лайков, и я сниму, как кот управляет моим макияжем. Если честно, мне тушь не очень сильно нравится. Знаете, почему она мне не нравится? Она мне не нравится, потому что ты как бы ее наносишь, и ты видишь просто мега крутой эффект. Но потом этот эффект по какой-то причине просто... И через пару часов у вас вместо вот этих вот ресниц, которые где-то в районе бровей заканчиваются, вы получаете просто какие-то прямые ресницы, которые падают вниз. То есть она или слишком тяжелая, или... Я даже не знаю, что с ней не так, но определенно что-то не так. Здравствуйте, паука лапки. И еще эта тушь обладает каким-то очень странным эффектом. Она реально пачкает все века. Вот как бы я ее не наносила, я не знаю. Я, конечно, не допускаю факт, что я просто к лишней рук, но... Тем не менее, она реально, ну, очень сильно пачкает века. Вот всегда. Лисословарь, к лишней рук особый подвиг человека, у которого вместо рук лишний краба. Вследствие чего он не может нанести макияж. Саня, ты довольна результатом, который получается? Если довольна, скажи гав. Если недовольна, скажи гав два раза. Да. О, говорит, что довольна. Правда, это не она гавкнула. А мой муж, ну, значит, тем более хорошо. Так, ты мне давай дальше скажи, знаешь что? Скажи-ка мне, как мы будем брови с тобой оформлять? Вот только давай сделаем мне без приключений. Нам тут нужны как бы азиатские брови. А то сейчас она, знаете, выберет какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое, что вообще под азиатское не подходит. Да будет странно. Так что вся надежда на тебя. Вся надежда на тебя. Беги. Это помадка для бровей. Нечего не имею против помадки. Для бровей, для губ. Или помадки, которую едят. Но, но, это такая ядреная помадка. Она реально создана для того, чтобы рисовать графичные брови. И, ну, ок. Будем рисовать графичные брови? Хорошо, Саня? Хорошо, как скажешь. Если тебе так угодно, мы сделаем. Помадка не помадка, но расчесать брови в первую очередь нужно. Да с такими бровями просто только, я не знаю, в инстаграм 15-го года нужно идти. Но, Саня выбрала именно такие. Возможно, вы спросите, что ж ты не сделала на азиатский манер брови. Я вам скажу, что так было бы неинтересно. У каждого продукта есть определенное назначение. Так-то я могла бы этой палеткой с макияжем нарисовать. Но зачем? Если помадка для бровей, то помадка равно графичные брови. Если такая палетка, то это равно азиатский макияж. Также интереснее, да? То есть мы будем делать один и тот же макияж в одном стиле, но будет что-то так. Будет просто ничем не отличаться от любого другого видео. Только за исключением того, что продукт выбрала собачка. Это почему-то делал вообще интересно. Купец. Нет, это купец. Санне предстоит выбрать армиану. Тут у меня есть как ядрёно-красный, так и повседневный. Как думаете, за что она выберет? Мне кажется, победят красные. Так, ну румяна она выбрала одни из моих самых любимых. Время сиять ярче тысячи звёзд. Санне, лучше бы тебе сделать правильный выбор. Кстати, очень интересный выбор. Как минимум, потому что он выглядит очень интересно. Вы знаете, было бы очень здорово, если бы этот хайлайтер наносился на кожу, именно вот провела кисточкой, бац, нанесла сюда, и у тебя радужка образовалась. Но нет, он просто смешивается, и получается, ну, обычный самый хайлайтер. Сейчас будем наносить. Ну что, Санне, осталось только самое последнее выбрать. Выбрать помаду. Ты знаешь, вот я согласна на любой вариант всех, которые здесь представлены, кроме зелёной. Вот я и не хочу зелёную. Но почему-то я прям чувствую, что будет зелёная. Ты же не сделаешь мне зелёную помаду, да? Нет, не сделаешь. Говорит, что не сделает. Ну, придется поверить. Нет, Санне, нет, ну нет, ну почему зелёную помаду выбрала? Нет, 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 нет. Тут же все нормальные, кроме зелёной. Но именно зелёную выбрала она. Да, это зелёная помада. Я первый раз в жизни наношу зелёную помаду. Вы становитесь свидетелем этого. Первый раз в моей жизни. Писец. Боже, я даже не умею носить помаду. Это, знаете, вот Рина, она помадный маньяк. А я, я не помадный маньяк. Да она там и зелёная, и синия, и жёлтая, и белая умеет наносить. А я, я нет. Напишите потом, как вам зелёная помада на мне. Вдруг сейчас окажется, что это лучшая помада, которую я когда-либо использовала, и вам прям очень понравится. А она у меня вся ложится какими-то проплешинами. Да, Саня, вот такой вот макияжик у тебя получился. Ну, что вы скажете? Как она постаралась? Хорошо или плохо? Даже не знаю, что ей сказать. А я знаю. Ставьте мне, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал тоже, пожалуйста. А ещё у Лисы есть канал с животными. И вот я там тоже постоянно участвую. Так что, ну, лучше бы вам подписаться на её канал про животных. Он, правда, так называется. Сомнительная лисина зверя. Тут даже не знаю, что сказать. Какие лисины зверя-то, господи, женщина, что ты несёшь? В общем, короче, подписывайтесь, лайк ставьте, да, видео другие смотрите. И посмотрите, там, как мой братан Федерико сделал макияж Рине. Вот голосуйте, короче, за меня, что я сделала его лучше. И, ну, пока, короче, ребят. Ты выглядишь очень милый, но чё-то какой-то голос у тебя совсем не пусечный. Что ты такое? Что ты такое? Что ты такое? Что ты такое?